Девушки отдыхают Угу У меня все еще та же самая ночь Только уже спустя час походу, да Все еще то же самое Все еще на том же самом На одном приглашении мы идем дальше Короче говоря Я исследовал здесь всю И я оказывается идиот Как ни странно Потому что я думал, что это красный замок Оказывается это желтый замок Ключ я нашел сразу вот здесь А подумал, что должен найти красный Я думал, что должен Буду открыть желтую дверь За которой будет красный ключ и так далее Короче говоря В этот, господи, сундук, в котором яйцо В котором игла и так далее Я думал, что будет именно так Оказывается, это оказалась та самая желтая дверь С тем самым желтым, черт подери, ключом Черт подери Единственное, что у меня на самом деле Все достаточно хорошо За исключением того, что я пытался Спровоцировать несколько ульев Для того, чтобы вылечить Хелеронов в бою от стресса Потому что я решил Ну потому что вот пока я отсюда до сюда дошел Он очень сильно нахватался И в последнем бою он тоже нахватался В итоге получилось вот как-то так Ульи не сработали Поэтому имеем, что имеем Но я зато взял с собой хворост И сейчас мы его даже применим, я полагаю Угу Что такое? Кстати говоря, к моему удивлению Они начали что-то очень сильно кушать хотеть В последнее время Я вот пока сюда дошел Они как минимум три раза поели И я был удивлен Ладно И крови меньше не становится Я как взял с собой три пачки Так у меня три пачки и осталось Хорошо, тем не менее Я предлагаю действовать по плану И продолжать двигаться все еще вниз И сейчас должен быть бой чисто теоретически простой В котором будет возможность, я думаю, подлечиться Да Черт подери Это же получается, что если вдруг у меня Ладно, пойдет Что если вдруг нам сейчас придется возвращаться в город То Блин, это придется все-таки гриндить Поэтому Поэтому я сейчас по максимуму пытаюсь выжить из этого захода Я тебе говорю Самое главное Никого не потерять Потому что если мы потеряем Это будет такая задница Серьезно Мои эмоции Они тянутся в основном из того, что я очень привязан к персонажам, которые у нас есть Во-первых, они названы вашими никами Что добавляет им О, отлично Что добавляет им очень серьезной индивидуальности К тому же вы пишете прекрасные истории Под каждым Под каждым видео пишете такие истории Которые добавляют еще больше индивидуальности персонажа Я в итоге Когда Вы играют за этого персонажа Я вспоминаю Вот Историю Придуманную вами К этому персонажу В итоге Моя привязанность к нему Соответственно Сильнее Короче Уделяется Очень громадное количество времени Конкретным персонажам Вы их лечите Вы их ухаживаете Следите за тем Чтобы все было в порядке И когда они погибают У вас просто сердце останавливается Я тебе говорю Поэтому Поэтому Все мои эмоции Идут именно вот Отсюда Зря им уклонение снизил Ну да ладно Короче говоря Смотри Один раунд И уже все прекрасно А в смысле Один бой И все прекрасно Да То у них получается Какой-то Баф от багрянки идет Что они лечатся То у них какой-то баф идет От багрянки Что они Наоборот Стрессы набираются Очень страшно Я тут Пол карты проходил У меня стресс вообще был Абсолютно На абсолютном нуле Точнее просто На нуле А не на минус Там каком-то Количестве Да что ж такое это Короче Я думаю Что с ним надо кончать Получи, заразу Самое удивительное Здесь то Что я Ох Отлично Самое удивительное Здесь то Что я Не раз Не встретил Крокодила Еды здесь Достаточно Много Попадается Тоже хорошо Но если бы Не Целебные травы Хер бы Я ее достал Абсолютно И врагов Здесь Просто вот Очень много Чуть ли не в каждой комнате По врагу Давай сразу От нее избавимся Но ее в баню Влучшить этих Смысла нет Влучшить ее Тоже смысла нет Поэтому только Избавляемся А прикинь Если у нас Получится Зараз Зараз Дойти до Графини Это будет Нонсенс Потому что Как там Разработчики Говорили Разработчики Говорили Что Ну когда Начинаете То дело Говорят Типа А вот Вряд ли Получится Дойти Эпическое Подземелье С первого раза До конца А прикинь Получится Вот это будет круто Хорош Это потому что У нас привал был Только что Если он будет Еще хворост Я просто Знаете что Я боюсь Что Вот Вот Если сейчас Я найду Какую-то Штуку с хворостом Надо будет Ее оставить На потом О Не того Я промазал Но он тоже Глушился На мое удивление Ладно Хорошо Длинительно Я просто боюсь Что если Нам все-таки Придется Вернуться И перегруппироваться В городе То Надо будет Хворост оставить Для следующей команды Которая сюда поедет И знаете что Я думаю Что перегруппироваться Все-таки придется Даже если мы Этой командой Дотянем до До графини То перегруппироваться Все равно придется Потому что Графини Я хочу все-таки Грухнуть Наверное Командой Кровопускателей Давай последний Используем Я все равно Использую Только для этого Эй Какого черта Тварь Она еще и подключилась Ты посмотри на нее Вообще страх потеряла А кстати говоря Никкия тоже Наконец-то заразилась А то Черт и что бы Расходило В кругу Одних вампиров Один человек Который никак Не заразиться Я уже думал Что с нее можно брать Кровь на анализ И пытался понять Какого черта На нее действует Багрянка Да С этой командой Бои Получаются Достаточно Тягомотные Но тем не менее Очень эффективные Несмотря на все Тут по-моему Лечить уже Даже некого Да? Да Отлично вообще Но тем не менее Потихоньку Шикарно Потихоньку Инвентарь тем не менее Отходит О, ты смотри Какая штука Что это такое? Инструмент скульптора Плюс 40% Против какой-то Каменной кладки Что такое Каменная кладка? Каменная кладка Это по сути Просто какое-то Нагромождение С камней Да? Отлично Я все вижу Спасибо карта Идем налево Опять идут Параллельные Какие-то комнаты Такие как были В предыдущем Эпическом заходе Да что ж ты будешь делать? Ну каждая комната По бою По бою Неужели вы никак Не поймете Что Мы Вампиры Круче Чем Вы Вампиры Слушай Меня на самом деле Напрягает Этот артефакт Что такое Каменная кладка? Зачем по ней урон? Это босс? Или что? Или это что-то Касается Графини Еще и плюс 40% Это очень большой урон Очень большой Более того Я Если это босс То Как мне Применить этот артефакт? Применить в бою Я его не могу То есть Мне нужно знать Что будет В следующей комнате Босс Эти говорят А штука у нас тоже Работает только Только несколько Этик самых Раунд Эээ Боев Что достаточно Паршиво Я просто надеюсь Что именно вот Это вот Будет помогать Мне понимать Где будет босс Ну Графини Имеется ввиду Твою мать Ладно Блин Вот эта мразь Может с этой позиции На самом деле Рапирой Жахнуть А Подохни Отлично Нет Я тебе говорю Хиллерон Это просто вот Самый критовый Из всех Он критует Больше чем Кто-либо Та что ты будешь делать Ладно Давай тогда просто Продолжать Снимать стресс Баффаться Здесь смысла не имеет Будем просто стресс снимать Баффаться Имеет смысл Тогда когда мы будем Перед дверьми У босса Я полагаю Можно на самом деле Было еще немножко Время потянуть Просто Давай Деньги забирать Что ли Просто Там Для того Чтобы Немножко Подлечить Здоровье Я уже привык Здесь просто ходить Вообще Не поврежденный Ой какая красота Вообще шикарно Короче Я не знаю Если вдруг Сейчас будет возможность А у меня А Да у меня есть одна лопата Если сейчас будет возможность Взять один хворост Я Сделаю это Потому что Я практически уверен Что возможность Лечить нам нечего Будем дальше Что если Мы Нам нужно будет Перегруппироваться То я уверен Что Вторая команда Которая сюда придет Для них хворост Еще останется Если конечно Не получится так Что мы в итоге Всю карту обойдем И единственное Что у нас останется Это только Босс И все Короче План такой Если мы сейчас Найдем следующий Если мы сейчас Найдем следующий хворост То В любом случае Мы его берем Как не крути Ла Нет Подожди Давай Снимай стресс Бафа здесь Ничего не имеет смысла Меткость нормальная Криты Выдается тоже хорошо Будем продолжать Снимать стресс Клер Уворачивается Просто как сам бог Это вам не поможет Хотя Плюс 30% К урону Звучит Достаточно Угрожающе Но не более того Он сейчас умрет Что ты делаешь Дурочка Аааа Она кидает Точно Ну да 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 Она же работает Как это У нас Как ее Господи Иисусе Ммм Как антикварка Ну да А ну да Точно Я уж удивился Что не прошел стан У нее уже Почти 200% защиты Надо было метку кидать Метка снимает Защиту Надо было вот на этого Кидать Либо на нее Нет Либо на этого Либо на этого Короче ладно Сильно много размышлений Здесь по сути Думать-то не еще Здесь все достаточно просто У меня сейчас даже больше Время тяну Чем Серьезно с ними сражаюсь Потому что здесь Серьезно Здесь никто не может Мне ничего противопосадить Кроме может быть Если им как-то повезет Вот как было в начале Там Где было аж две Эта швалина Насопадала Вот тогда Да Вот тогда у них есть Какой-то шанс А так Вообще Ни о чем Должен заметить Что если бы здесь Дело было в рандоме То Практически Каждый бой У меня мог быть А мог бы быть Фатальным Оно в принципе Так и может Оно Периодически так и происходит Но тем не менее Посмотри На одном заходе Мы прошли Уже очень дохера На самом деле И не удивлюсь Если где-то тут Сейчас будет уже Босс какой-нибудь Если бы тут Все-таки Зависело бы От удачи То Я думаю Что так бы Не получилось бы Сделать на одном заходе Надо было бы Наверное Резать С кровотечением Я все-таки Считаю Что здесь Немаловажную роль Играет Именно то Как Как вы Подготовились То есть Как вы Продумали команду Как вы Приготовились Смотри Вот в данный момент Они полностью Вылечены От стресса Вообще Шикарно Полностью Вылечены От стресса Полностью Здоровы Да у них Есть дебафы От Дездора Но Еды Целая куча Ну проще говоря По-моему Все прекрасно А вот на эту штуку Надо использовать Лопату Но так как Она у меня одна То банан Единственное Что что-то Они чем ближе К центру Тем они Все Сильнее Кушать хотят Ага Все понятно О О нет Нет Не руку Слушай Я знаю Я знаю Что можно сделать Говорили Что если Вот это Если начинается Вот такая вот Патология Срабатывать То можно Быстро Успеть Применить Нет Я сказал Что это Какое-то Своего рода Читерство Но Может быть Все-таки Нет Надо будет Попробовать Это был не я Он сам Ладно Сойдет Я бы сделал Наверное То же самое Потому что Здесь кроме Швали Больше Никто Угроз Не представляет Я этих Уничтожу До того Как они Используют Сустранную Рапиру Если Этот Сейчас Будет Бить По Всем А Понятно Хорошо Он оказался Слабее Чем Я думал А Все Понятно Все Никакой Угрозы Я Смотрю Что Харта Кажется Закругляется Потихоньку Да Или нет Или тут Будет Какое-то Отличие Я смотрю Что У Швали Шевалье У него Вот Каждый раз Когда На него Накладываешь Оглушение У него Каждый раз Оглушение После того Как он С него Слазит Все Время Сто Все Время Сто Время Время Там Просто Я Замечал Какую-то Такую Рандомность В этом Плане То Кого-то Оглушаете У кого Сопротивление 55% С него Слазит Оглушение У него Сразу же Сопротивление Сто 150 Например Плюс 80% К Сопротивлению У него К Оглушению Становится А у Швали Все Постоянно Ну И тоже Почему-то Непонятно Немного Как оно Работает С ним Ну да Ладно Да Что такое Сдохну Уже Пожалуйста Специально Не хотел Его На него В общем Вы поняли Меня Делать на него Выпад Но он Просто Вынуждает На крайней мере Вынуждал Да Как это Углониться То Смог Ну да Ладно Надо было Все равно Делать Выпад Я не подумал Швали Стоял На первой Позиции Ему Как раз Достаточно Неплохо Вписалось Бы Выстрел В упор Слушайте Вампиры Я так Долго Могу Продолжать Ведите Сюда Стоя Босс Уже Пожалуйста Я даже Не знаю Может быть Попытать Удачу И попробовать Понятно Попытать Удачу И попробовать Может быть Если мы Дойдем Таки До босса То попробовать На него Напасть Но это Реально Очень большой Риза Будет Потому что Мне кажется Что Эти Эта команда Против Босса Не очень Годится Ну имеется Ввиду Против Графини Все Заточено На кровотечении Никто Из них Его не Пускает Если Графини Действительно Будет Ходить Ох Батюшки Твою Мать Что Там Такое Охереть Цыка Посмотри На этот Проход Если Графини Реально Ходит Три Четыре Раза То Кровотечение Там Просто Must have Да Сколько Ж Здесь Господи Кровотечение Must have Потому что Я смогу Его просто Настакать И ждать Когда Сама Сама Себе Будет В тапки Вытекать Пока Мы Будем Там Не знаю Осиживаться Так Подожди Я Не хочу Дожидаться Истощения Угу И вот От него Тоже Тоже Лучше Избавиться На Его В баню Ну Ты Тварь Вот Вот так Вот Оно И Происходит Он По-моему Подожди В общем В общем Счете Оно Отнимет У него 7 7 Взрыв Заход Много Ну да Ладно Отлично Может Может Все Какой-то Момент Пойти Не так Как Хочется Но Тем Не Менее Вырулить Можно Заметьте Я даже Не использую Наш Кузырь В рукаве Так Подожди Надо Еще Подержать Его Встанем Мне Нужно Вылечить Хелерона В первую Учередь На самом деле Я бы Пробавил Общее Лечение Нет Нет Нужно Только Хелерона В данный Момент О Отлично Вообще Шикарно Леди Удача На нашей Стороне Сколько Вы будете Еще Течь Сколько Можно Даже Стресс Не надо Лечить Единичка Стресса Команда Чувствует Здесь Прекрасно Я чувствую Что я так Вообще Бесконечно Могу Продолжать Если Еду Буду Давать Конечно По пути Это Можно Даже Оставить Короче Я так Полагаю Что Вот Вот Это Каменная Кладка Кстати Говоря По Иде Нет Твою Мать И Я же Теперь Не Пусти Желко Стро Зараза Еще Шикарно Так Короче Говоря Возможности Сейчас Посидеть У нас Не Будет Если Мы Встретим А где Можно Достать Лопаты Лопаты Можно Достать Булье Слушай Здесь Очень Много Снимательных Стресс Штуковин Батюшки Ну Действуем По тактике Продолжаем Идти Униз Хоть какой-то Намек На то Что Где-то Здесь Какой-то Бус Я Не понимаю Крокодила Нету Каждый Эпический Заход Должен Быть Крокодил По идее Его Все Еще Нету Как только У меня Лопата Пропала Я Почему-то Начал Сразу Нервничать Как Роди Бо Знаете Это Ударило По моему Стрессу Из разряда Что Что-то Пошло Не по Плану То есть Первый Признак Поражения Что-то Идет Уже Не по Плану Хотя По факту Ничего Сильно Не поменялось Пока Что Все Пока Как Было Неплохо Тут Неплохо Идет Вот Эту Штуковину Лучше Всего Лечить Наверное Сразу Потому Что Именно Из-за Ни Начинаются Проблемы Дики Кстати Говор Да Именно Из-за Того Что С Углонением Начинаются Проблемы Начинаются В общем Как С уклонением Я же Задумался Как С уклонением Начинаются Проблемы Начинаются В принципе Проблемы Поэтому Надо Вот Это Дело Подвлечь Это Слушай Не Нравится Что 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 Происходит Надо Пробав Теперь На Этот Раз Отлично Просто Превосходно Шваль Встан Это Умрет Вот Я Вангую Будет Крит И она Умрет С одного Удара Смотри Давай Келлерон Не Подведи Бонон Нет Я Не Это Имел Ввиду Я Имел Ввиду Крит Когда Я Сделаю Выпад На Нее Давай Келлерон Не Подведи Да Что Что Это Которг Келлерон Уже Больше Отходить Келлерон Ладно Не Все Могу Предсказать Но Тем не менее Зря Я Наверное Это Сделал Надо было Эту Тварь Добивать Потому Что Если Я Ее Не Добью То Она Вылечится Вот Это Я Точно Могу Сказать Мм Короче До свидания Комар Запарил Сделал 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 Кстати Говоря Если Я Выпью Кровь Когда У них Просто В Пассивном Состоянии Багрянка Я не помню Что должно Произойти Я Вроде Пробовал И Вроде Даже Знал Что Должно Быть Но Забыл По Моему Они Просто Получают Небольшой Небольшой Какой-то Бав Не Помню К чему Правда Обратите Внимание Шестой Раунд Но Никто Не Получил Стресса Потому Что Мы Либо Действовали Активно И Враги Умирали Либо Потому Что Еще Шестой Раунд Не Кончился Сейчас Посмотрим И Поражаюсь Просто Ну-ка Да Нет Все-таки Надо было Чтобы Он Закончился Хотя Должен Заметить Что Мы Получили Стресс Когда Начался Шестой Раунд Видимо Это Все-таки Как-то Зависит От Того Как Мы Ведем Буй Он Еще Даже Не Успел Выйти Соглушение А Сейчас Когда Он Выйти Соглушение Будет Без Плюс 80% Да Потому Что Твою Мать Слишком Долго С этой Шволью Разбираемся Слишком Долго Короче Запарил Сдохни В следующем Раунде Я тебе Пор Видел Такую Ладно Хорошо Давай Так Ну Благо По крайней Мере Вызывает Только Одного Кстати Говоря Если Мы Сами Пойдем Следующий В этой Господи Следующий Группой Я просто Смотрю На этот Артефакт И пытаюсь Понять Стоит ли Его Кому-то Давать Следующей Группе Или Нет Просто Понимать Хотя бы Для чего Оно Все Будь Любезен Сдохни Слушай Слушай А что Если На самом Деле Здесь Карта Идет В центр То есть Надо было Идти Вот так А я все Еще Иду Вниз И в итоге Пусть Сейчас Вот такой Крюк Сделаю И выйду Сюда Это будет Очень Странно Пока все В порядке Если я Сейчас найду Где-то Хворост Я на самом деле Не откажусь Я его брать Не буду По крайней мере Еще буду надеяться На то Что Хилерон Туда не полезет Руками Но Я должен Буду Запомнить Где он Находится До следующего Нашего Визита И по максимуму Все расчистить До Того Как мы Отсюда Свалим Главное Чтобы мы Отсюда Свалили На своих Двоих Они Чтоб Нас Отсюда Выпило Вынес Я так понял Что вопилу Кстати сделали Что вопилу Сделали По принципу Ну смотрите Когда группа Погибает Когда группа Погибает Артефакты С нею теряются Вопилу Сделали Специально Для того Чтобы эти артефакты Можно было Рано или поздно Вернуть То есть Он появляется Изредка Этот вопилу Появляется И дает вам Возможность Вернуть Все Что Вы потеряли То есть Я так понимаю Что даже Не то Что он Украл С города А именно То Что вы Потеряли В основном Первый раз Когда вы Встречаете Это происходит Потому что Он именно Ворует С города Я так понимаю А дальше Уже Вы встречаете Просто потому Что Где-то там Вы потеряли Артефакты И он их Просто Принес Грубо говоря Если вы сможете Его победить Артефакты Ваши Зараза Да что ж вы Все такие Вертлявые Ну Задрали Так Слушай Начинаются Проблемы Со стрессом Потихоньку По-моему Нет Или мне кажется Или Или все таки Клер справится С этим А Если честно Я уже Утомился Вот Я вам сейчас Скажу Сколько Я тут Уже Где-то Наверное Часа Полтора Два Я здесь Уже Туч Нахожу Хотя Нет Я же Еще За кадром Ходил А до Часа Полтора Два Это у нас Серии Получается Короче Возможно Я просто Уйду Отсюда Просто Потому что Я Утомился Здесь Ходить И мне нужен Передых Потому что Завтра На чертову Работу Ну ладно Мы все равно По максимуму Выжмем Из этого Одного Захода Потому что К следующему Заходу Если Твою мая Слушай Тут реально Начинаются Проблемы С стрессом Потому что К следующему Заходу Придется Реально Очень много Гриндить Опять Поэтому Да что такое Слушай Они начинают Промахиваться Они уже Тоже Устали Походу И я Не удивлен Угу Ладно Продолжаем До победного В какой момент Стало плохо Момент Когда Я начал Просто Тупо Промахиваться Да Тихо 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 Общий Давай Общий Просто потому Что Нужно было Лечение И Аникея И Саджину Капец Они вообще Не трогают Хелерона Скоро Подкрепление Пройдет Если мы продолжим В таком же духе Все запарили Надо кончать С ними Банан Короче говоря Проблемы Начались Тогда Когда Начал Действовать Пассивно Так В этот Раунд Нужно Заканчивать Потому что В следующее Придет Подкрепление Сдохни Мразь Лопота Слушай Это реально Боже Это Я тебе говорю Это же Поедим И Там походу Очень длинный Коридор Да Секретики Я слышал Все еще Продолжает Ох Твою мать Зеленая Дверь За зеленой Дверью Секретик Для зеленой Двери Нам нужен Ключ Понятно Ну слушай Здесь между прочим Нету Нету Боя Даже Вот эта Штука По моему Лопаты Ломается Кстати говоря Подожди На препятствие Если использую На препятствие Лопату У меня ее Уже не будет Можно пойти Было бы сюда На самом деле Слушай Реально Можно было бы Пойти сюда Там будет Один бой Но там Зато Пустая комната Тут правда Секретик Но тут Вот Может быть Вероятность Того Что будет То что нам Надо Поэтому Давай-ка Сходим Сюда Для начала И мы Продолжаем Неустанно Двигаться Вперед На одном Дыхании Короче Я нашел Красный ключ Но что Самое Интересное Нашел Его Вот Здесь В это место Я так и не попал Потому что Когда я возвращался Назад Я решил Что Надо пойти Поискать Коконы Которые я Поставлял Сзади Для того Чтобы Снять стресс И в итоге Этот путь Завел меня Вот в эту ветку Которую я обошел До конца И что самое Обидное Я не нашел Там ничего Совершенно И скорее всего С правой стороны Такая же ветка Поэтому я туда Не отправился А когда я Тихо А когда я Шел в эту сторону Оттуда уже Уже из этой ветки Выходил У меня уже на часах Было Пол-пята утра В итоге я решил Что нужно пойти Чуть-чуть перекемарить А потому что Нужно было сходить Потому что После этого Через пару часов Надо было бы Встать и пойти на работу В итоге я сходил на работу И сейчас Я вот буквально Недавно пришел И продолжаем Наше путешествие Капец По большому счету Я проходил Два часа Вот По той ветке И в принципе На весь этот данный Весь этот один заход У нас прошло Наверное Ушло где-то Около Трех часов Не меньше Ну может быть Даже 4-3 часа Точно То есть Если в час Сел Его проходить То Закончил В пол-пятого Ну по-любому Три часа Прошло Короче Я не знаю Чисто теоретически Смотри За красной дверью У нас находились Кстати говоря У меня сработала здесь Разведка И нам показалось Что здесь вот Ничего нету Поэтому я думаю Что мы сейчас Как раз туда и отправимся То есть У меня есть конкретный план Это красная дверь По идее За ней будет какой-то босс Либо это будет графиня Либо это будет Чертов крокодил Поэтому Я нашел по дороге Хворост Который я Довольно жестко Получил Ну просто потому что Хиллерот Вечно пытался Выпить Все это вино Я думаю Что это потому Что у него Этот алкоголизм Хотя и говорит Что он пьет Будет пить только в городе Но походу Его тянет В принципе К алкоголю Вот Короче у меня есть Обределенный план Нужно быстро Разобраться Вот с этой вот Группой врагов Твою дивизию Нужно быстро Разобраться С этой группой врагов Для того чтобы Вот эта вот Тяга Не переросла В истощение Чтобы можно было Если там будет Какой-то босс Дальше Чтобы можно было Не тратя Времени Просто Выпить кровь Прямо перед Боссом Именно на моменте Тяги желательно Чтобы это еще Все было Вот И я хочу Попробовать еще Я хочу еще Попробовать Выпить два раза Кровь То есть если там Будет босс То Желательно Выпить перед ним А потом выпить Еще в момент Того как мы Будем с ним Сражаться То есть Какой-то такой У меня будет план И я не знаю Говорят что За графиней Должны быть Какие-то еще Еще Боссы Ну имеется ввиду Этот Как он Крокодил Тут еще Говорят должен быть Я не знаю Что значит Кто-то еще Скорее всего Это может быть Просто группа врагов Ну как было Вот Поэтому я думаю Что Слушай Давай сбавляться Вот с этого Потихоньку И Вот Так Чтобы Не ходило Там Брать Потому что Надо бы ходить И там Вылечиться Короче Я думаю Что тогда Графиня Должна находиться Где-то Очень сильно Внизу Я думаю Что за зеленой Дверью Все-таки Она должна Быть Я именно Поэтому Надо было Наверное Вот здесь Устраивать Прибал Сразу Сразу Перед Красными Дверьми Чтобы Можно было Включить Разведку И тогда Разведка Нам бы Смогла Доложить Разведка Разведка Тогда Смогла Нам Доложить Какой Конкретно Здесь Босс Хотя Нет Подожди Там Если бы Там Нас ожидал Крокодил То Там По-моему Ну да Я бы Разобрался Про какого Тут Босса Идет Речь Я бы Хотел Просто На привале Выпить Крови Но Судя Потому что Сажин Уже Несколько Раз Истит Я думаю Что Нужно Пить Уже Все Так Благо Тяга Длится Достаточно Долго Поэтому В принципе Не проблема Выпить Ее Сейчас Еще Желательно Было Бы Добраться До Этого Самого Босса Здоровыми И без Стресса Короче Да Я твердо Намерен Все таки За один заход Пытаться Дойти До графини Раз уж Уже так Получилось Что мы Посли Мы исследовали Практически Всю карту Раз уж У нас так Получилось То я думаю Что Мы рискнем И попробуем Все таки Реально Отправиться На Реально Отправиться Этой группой На графиню Хотя Я думаю Что это Плохая идея По большому счету Просто потому Я забыл Дать Кстати говоря Хелерону Выпить крови Нужно это Нужно уже Это сделать Мне кажется Что это плохая Идея Потому что Потому что Кровопускатели Должны По идее С ней справиться Лучше Короче Я не знаю Посмотрим Я рискну Я решил Что нужно Рискнуть Так Ну в принципе Все достаточно Неплохо О Я сейчас увидел Вот этот вот Инструмент скульптора И вспомнил Что пока я сидел На работе Я Я Я почитал Про то Что есть еще Какой-то босс Секретный Ну скажем так Секретный Он появляется После того как Отлично А это не та разведка Да? Не совсем Та разведка Тем не менее Я думаю Что нужно здесь Устроить привал Короче Есть еще один босс Назовем его Секретным боссом Он появляется После того как мы Назираем задницу Всем Боссом В принципе И появляется Новый данж Маленький Ну имеется в виду Обычный данж Но маленький И там можно встретить Какую-то статую Или что-то в этом роде Вот И еще ей нужно Набрать задницу Так Ну я и давайте Надеяться Что нам никто Не помешает Твою дивизию Плохо Ну ладно Главное С ними справиться Быстро Вот как раз Сможет Отыграть Финал Клер Размять пальцы Перед тем Как отправиться К боссу Ну да Не фонтан Ну ладно Подожди Двенадцать раундов Двенадцать раундов Ну погоди Один Два Три Один Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Деся Все нормально Хорошо Я допустил сейчас ошибку Я не подумал Что дебаф Будет длиться так долго Мне просто снимать его нечем Понимаете В этом вся проблема Мы сейчас здесь Отсидим пару раундов И нужно будет Я надеюсь Что вот этого От этого пути Будет достаточно Чтобы Этот самый Чтобы дебаф Слез Вот этого Надо помусорить Несколько раундов Тихо Вот это то Чего я боялся Я допускаю Некоторые ошибки Просто потому Что я отдохнул От захода И я теперь Начал допускать Некоторые ошибки Ладно Сейчас надо просто Влиться В это дело Так Десять Здесь у меня как раз Десять ходов Да Тут я так понимаю Будет еще одна дверь Наверное Последний раз Когда мы с вами Уменились в последнем Данже Было именно так Что За двумя закрытыми дверями Как раз по центру Сидел Виконт Помните Здесь наверное Будет то же самое Что-то мне подсказывает Ох Отлично Теперь самое главное Чтобы у них Эта тяга Еще продлилась До конца Того коридора Самое главное Чтобы тяга Была У Клера Потому что Я рассчитываю На его Серьезный Удар Финалкой Так на хорошо Сейчас будем действовать По ситуации Если там будет Крокодил То Вот оно Как Твою мать Да что ты будешь Делать Вы поняли Да Судя Потому что Я сейчас вижу Там Нихера Ни крокодил Так Ну Что мы делаем Судя По всему Там все-таки Не крокодил Там Кое-кто По середине Сидит Кое-кто Похоже На графиню По середине Риск У нас довольно серьезный прирост к урону, как минимум к хелерону 20, плюс еще тут 50... Подожди, а где его 50%? А, оно просто не вместилось, да. Короче говоря, у него как минимум 70% к урону есть, по идее. Так, ну ладно, погнали. Да, это она. Аспект, и бензет на обучение, террористую победу, и без среза декорации. Хорошо. Я, честно говоря, ожидал, что она выйдет внизу. У нее оглушение, сопротивление к оглушению 140%. Защита, при этом есть, уклонение маленькое. Кровотечение. Вот, чего я следовало ожидать. У нее кровотечение. Так, кстати говоря, ходит три раза. А почему мне говорили, что четыре? У нее слабое сопротивление к кровотечению, между прочим. Слабое сопротивление к кровотечению. Хорошо, делаем так. Будем снижать ей сейчас защиту. Нужно ей влить, будет качественный урон. И, чисто теоретически, наверное, стоит уже нагнетать финалку. Хотя, стоило бы, наверное, пару раз бафнуться, а потом нагнетать финалку. Хорошо. Что это такое? Что это такое? Так, пока что давай общий хил. 400 здоровья, я в шоке. Давай пошатаемся. Получил ответку за розу. Слушай, она очень серьезный дебаф. Ой, от ей, господи. Ух, твою мать, она очень серьезная. Тут самый стресс накладывает, охереть. Что это было? Она сняла с себя метку, да? Так, ну в целом, ладно. Я пока не буду концентрироваться на снятии стресса. Я буду концентрироваться на том, чтобы отыграть финалку. Отыграть финалку. И, наверное, давай просто-просто вливать в нее максимально много урона. Пока что два раунда. По большому счету, получилось с ней снять уже довольно прилично. Ага. Так, ну она... Она двигает нас постоянно, поэтому давай просто будем продолжать в нее вливать. Мы сами станем на нужную нам позицию в итоге, я так понимаю. Ага. Она ходит постоянно по-разному, между прочим. Постоянно. Так, шесть раундов. Я думаю, что этого более чем-то... Будем пока что просто тупо бафаться. Как только она сама Клера выставит вперед, вот. Как только она сама его выставит вперед, она об этом пожалеет. Я тебе говорю, получить, тварь! Клера выставит вперед. Плюс там еще... Плюс еще 25% отсюда, плюс 50% обычного урона. Играет свой финал, Клёр! 19! Ты серьезно? Что за фигня вот этого сейчас было? Я разочарован. Что? Эта штука лопается и... И жрет его? Что сейчас произошло? У него было полное здоровье. Нет! Саджин! Тварь лечится. Не сильно, но лечится. Я допустил опять ошибку. Нужно было... Дважды лечиться. Понятно. Нужно было выпрыгивать. Нужно ее... Нужно ее встанет, походу, начинать. Я забыл, что Хелерону важен момент... Зараза. Важны парирования. Я на самом деле нервничаю. Очень сильно нервничаю. Бафаемся. Я уже даже не хочу знать, что там в последних комнатах. Я просто хочу надрать ей задницу. Ну чуть, падаль. Просто хочу ее убить. Это форума достаточно опасная на самом деле. Походу, опаснее, чем вот эта. Получи, тварь! Давай пошатаемся. Вся проблема в том... О, прекрасно! Вся проблема в том, что... Аникея постоянно двигаться начинает. Тут начинается проблемы. Кстати говоря, мы можем ее защитить, и тогда... Нет, подожди, она бьет по всем рядам. Да, она бьет по всему ряду, поэтому... Защита тут будет херово. Нужно просто вливать урон. Что это ей дало? Прилив крови, походу, снимает ей... Просто тупо снимает ей эту метку, да? О, кстати говоря, я же могу ее глушать, но я никак не... Я просто никак не попаду на... Позицию такую, чтобы можно было ее глушить. О, Никия. На тебя надежды. Все. Можно пробовать ей, кстати говоря, снизить еще защиту, но она у нее и так не самая большая, поэтому просто кусаем. К слову, это все она уже делала. А, я еще в этой позиции нихера сделать не могу. И я не хочу двигать Никию. Будем двигать Хелерона. Пожалуйста. Получи, мразь! Господи, я так не хочу никого терять, вы себе не представляете. Это просто... Просто, я не знаю. Я сейчас закончусь на месте. По большому счету, мы, в принципе, идем неплохо. У нас даже стресс падает. Метаморфоза, она не попадает, но она просто... Черт, ну нельзя, чтобы Аникея... Придется пропускать ход. Нельзя, чтобы Аникея становилась на первую позицию. По клюру хер попадешь на самом деле, поэтому... По большому счету, мне нужно только, чтобы было парирование у Хелерона. Да. Она сама себя в могилу загонит, если начнет бить по нему, либо же... А, это просто пыта... А, это оглушение она пытается таким образом наложить. Я тебя понял. Тварь. Вот. А была бы Аникея на первой позиции, и хер бы я смог вылечить Саджина. Да что б ты сыром срала. У него сопротивление к оглушению очень высокое, поэтому... Скучина. Стрелка на первой позиции облевания. Ммм... Нет. Мне все еще нужно, чтобы... Эээ... Аникея стояла на... Да, ох, отлично. Даже вот так. А, она защиту себя повысила. Понятно. Нужно кидать метку. О, тварь! Нужно лечить Саджина и кидать метку. Эта форма... Я теперь понял, в чем ее херовость. У нее повышенная атака и защита становятся из-за этого. Ха! Идущий, мразь, слушай. Она... Мы никак не можем просадить ее по здоровью. Ниже суть, не пока что. Оу! Ха-ха-ха-ха-ха! Ох, мразь! Счастье в глазах этой страницы. Давай, просаживайте ее по защите. Если я выстрелю в упор теперь... Ты не чертовски не поздоровится. Так, а после этого она сделает... А, прилег крови. Хорошо. После этого она сейчас будет опять танцевать пытаться. Так и будет. Когда с ней снимаешь защиту... Вообще, шикарно. Вообще, шикарно. Когда с ней не снимаешь защиту... Ох, кстати, пометки. Галеты я выкинул, но пометки должен пройти хороший урон. Да. Когда с ней снимаешь защиту, сразу же проходит очень хороший урон. Да что ж такое-то? Реально, эти опухоли, они просто взрываются. Пропускаем. Они просто взрываются. Взрываются и практически полностью снимают здоровье. Ну, хотя я не знаю. Ну, да, полностью снимают здоровье, учитывая, что в прошлый раз было. Было именно так. Ох, мразь. Получи! Кемерон, я тебя обожаю. Ты просто лучший в этом плане. А теперь давай с ней сюда. Блин, мне не нравится, что ни черта не делает. А что клер ни черта не делает. Финалка у него провалилась. Но... Саджин. Давай. Добивай ее. Да. Ха-ха. Боже, мы это сделали. Это было относительно легко. На самом деле, я даже... Все, у меня язык заплетается. Я заслужил чаю. Мы сделали это за один заход. Вы это понимаете? Это вообще просто невероятное что-то. Слушай, это для спаликс. Это отличная штука для спаликс. Слушай... Нет, подожди, давай продолжим. Это для спаликс просто сразу вообще шикарно. Главное не помирить с этим всем. Но на самом деле страшно. Страшно продолжать. Потому что вот здесь... Я тебе говорю, вот сюда я зайду. А вот сюда вот я даже не знаю, стоит ли заходить. Зеленый ключ. Это ключ как раз от низа. Ага. Страшно продолжать, потому что... Нет, ну в принципе, смотрите, если мы продолжим, то если будут маленькие какие-то бои, то по большому счету мы сможем снять вот это вот дело. То есть вот этот психоз мы можем вылечить. Если мы до нуля опустим стресс, а это сделать можно, то психоз можно вылечить. Действительно можно. Я проверил это за кадром, вот когда обшарил вот это помещение. Кстати говоря, у нас проблема с... с опасными крови. Я вот об этом не подумал. Сидой проблема. Но тем не менее, основную задачу мы с вами выполнили. Короче, давайте попробуем все-таки дойти до вот этого места. Попробуем посмотреть, что у нас может ожидать здесь. А там уже... сделаем какие-то выводы. Повезло только что встретить бой. Он произошел у меня прямо вот здесь, вот на выходе. Они решили, видать, отомстить за свою королеву. В итоге я умудрился практически полностью излечить Хиллерона, но не до конца. Вот сейчас как раз, если будет еще какой-то бой, я вам как раз покажу, как конкретно выглядит вот это вот снимание стресса. Самое главное, у меня, кстати говоря, проблема вот сейчас с кровью. У меня всего-навсего две бутылочки. Больше я, увы, не нашел. Так, ну это самое интересное. Что здесь нас может ожидать? Здравствуй. Слушай, а если они все будут шестого уровня, у меня-то уже все по месте забито. На самом-то деле. Говорят, кстати, говорят, видимо, вот это и имелось в виду, да, что после графини, ого, что после графини есть места, в которые можно будет сходить. Синий ключ. Синий ключ. Теперь он должен быть обратиться домой. Три. Три швали. Хорошо. И это сейчас будет как раз наглядным примером того, как конкретно снимается психоз. Подожди. На самом деле мне не нравится вот то, что их начинает колбасить из-за недостатка крови. На самом деле мне кажется, что вот этот вот, если дальше мы еще как-то сможем зайти, то вот сюда я уже вернулся не смогу. Не смогу. Я, скорее всего, потеряю их из-за того, что у меня крови не будет. Надо было дальнего. Если я сейчас не найду крови... Тихо, 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 не то. Если я сейчас не найду крови, то, в принципе, уже можно дальше не продолжать. Вот это вот место, это последнее, которое я смогу исследовать. Будет обидно, если синяя дверь будет находиться вот тут. Ну, вы поняли меня. Ага, банан. Швали опасные, конечно, не настолько, насколько могли бы быть. Мне нужно еще буквально три хода для того, чтобы излечить полностью хилерона от психоза. А потом надо сконцентрироваться на психозе самого клера. Так, отлично. Если еще крит какой-нибудь у него пройдет, его начнет чуть-чуть сам подлечиться, будет очень хорошо. О, отлично. Еще один ход. Всего на все. Еще один ход нужен. У Клера, кстати говоря, тяга была чуть раньше, чем у Аникеи. Отлично! Чем у Аникеи, поэтому можно... пренебречь! Ее тягой! Господи, как я вас ненавижу, швали! Вот лучше сосредоточьтесь на... Хотя нет, не надо, у него со стрессом беда. Аникеи... Блин, я вот сейчас думаю о том, что если там будет долбаный крак... О, смотрите! Эгоцентризм. Если мы полностью лечим его на... полностью на ноль стресс снимаем, мы снимаем с него психоз. Вот так оно все работает. Пойдем, мать... Нет, 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 нет. Это будет очень-очень глупо потерять сейчас здесь кого-то. Да что бы вы сыром срали. Я даже не знаю, честно говоря. Давай лучше будем ее защищать. Серьезно. Главное, чтобы не... Не ударили по ней и по Саджину одновременно. Тихо-тихо-тихо-тихо. Саджина одновременно. Продолжаем защищать Иникею, но их в бане. Короче, несмотря на все, я все еще продолжаю удивляться тому, что у игры есть такие нюансы, о которых я не знал. Допустим, как можно было снять психоз и тому подобное. Отлично! Так, ну по идее, теперь посадим, но попасть никто не должен. Да что? Бессором с роли ублюдки! Уклонение! Да, отлично! Нет! 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 Подожди! Очень все нужно действовать, делать аккуратно, очень все. Тихо, 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 тихо. Я даже не знаю, продолжать или нет. Нет. Все, хватит. Я слишком не терпелся, я не хочу никого терять. Это слишком опасно. Я, конечно, все понимаю, но продолжать, вы сами понимаете, так дальше уже нельзя. Конечно, хотелось бы забрать то, что тут есть, хотелось бы исследовать это место, но я очень дорожу нашими ребятами, поэтому нет, увы. Основную задачу мы с вами сделали. Графиня убита. Артефакты? Ладно. Хрен с ними уже. Тем более, помимо прочего, у нас там еще куча артефактов, которых мы находили, пусть еще вот эти вот два. И для шута, кстати говоря. По-моему, все прекрасно. Короче, это легендарная команда на самом деле. Просто легендарная. Они за один заход прошли эпическое подземелье, дошли до главного босса и надрали ему задницу. И заняться делом? Это, наверное, было... Ну, я понял, да. Все жители города вздохнули с облегчением, узнав хорошие новости. Графиня мертва, ее проклятие, теперь можно снять. Короче говоря, все зараженные герои, всех зараженных можно теперь вылечить от багрянки, так же, как просто снять этот самый болезнь. Я тебя понял. И да, получается, что мы полностью все сделали. Очень хорошо. Меня тут отвлекли немного. Не обращайте внимания. Короче, я думаю, что на этом мы закончим. На самом деле здесь есть еще один обстанальный босс, про который я говорил, но мы посмотрим на него уже вне основного прохождения. Ладно, я надеюсь, что вам понравилось, потому что это дополнение, оно реально очень клевое. Оно очень хорошо вписывается в общую атмосферу игры, как на мой взгляд. Но вот этот гринд бесконечный, который заставляет вас без кунцов гриндить, 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 имеется в виду. Вот эти вот приглашения, это реально со временем начинает очень серьезно утомлять. Вот я, например, уже очень сильно устал от этого всего. Вот. И я очень доволен, что получилось пройти именно с одного захода. Хотя я был уверен, что не получится. Вот хоть резница, я думал, что не получится и все. Короче, а вот если бы не получилось, то пришлось бы потратить еще, наверное, где-то пару часов, а то, может быть, часа 3-4 только на то, чтобы нагринеть это делать, на то, чтобы все здесь заразить чертям собачьим, а потом уже до высокого уровня заражения. Только потом у меня не начали бы попадаться эти приглашения. Короче, ладно. В общем, я думаю, что если бы, кстати говоря, да, я думаю, что если вы будете начинать игру заново, с нуля, с начала, то такой фигни у вас не будет. Если вы будете грамотно проходить игру, то у вас не возникнет проблем с гриндом. Вы будете просто, пока вы будете идти к боссу, пока вы будете готовиться к боссу, к какому-то из подземелий, то, соответственно, заражение будет все это время нагнетаться. То есть вы не будете заниматься специально накапливанием этого заражения. То есть вы будете просто идти к боссу, В это время будет происходить то, что должно Вот, и вы сможете, собственно, в любой момент потом сходить в этот самый К вампирам, например Ну, короче говоря, ладно Я вообще считаю, что это именно действительно сделано было для того, чтобы упростить жизнь в темнейшем Потому что вот эта вот последняя фраза дядюшки, она реально говорит, что он после того, как упаковывалась графиня Он пошел заниматься своими делами в темнейшем Вот там, под землей, где мы его и встретили Хорошо Я надеюсь, я еще раз повторюсь Я надеюсь, что вам понравилось, потому что я очень старался Я очень старался Мне было очень мучительно вспоминать, как в это дело играть Если они опять выпустят какое-то обновление через там год-два Это будет опять очень все мучительно Ну да ладно, хорошо Короче, мне все очень понравилось На самом деле, я надеюсь, что вам тоже И я предлагаю вот что-то сделать Я предлагаю традиционно Почтить память тех, кто отдал жизни За это поместье За эту заднюю сумира Они просто лучшие Нариван вообще уникальный человек Он побывал за гранью смерти И вернулся Он может поведать в трактире очень уникальные истории, я считаю Ладно В общем, давайте почтим память тех, кто оставил жизнь в этих местах Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok